Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды». Мы приглашаем вас посетить наш читальный зал. Для вас прозвучат отрывки из книги известной христианской писательницы Елены Уайт. Елена Уайт. Деяния апостолов. Глава 1. Предназначение Церкви по замыслу Божьему. Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудничать с Ним в деле спасения людей. Она создана для служения, и ее задача – нести Евангелие миру. Изначально план Господа заключался в том, чтобы Церковь одражала в мире Его полноту и совершенство. Членам ее, людям, которых Он вывел из тьмы в чудный свой свет, надлежит являть Его славу. Церковь – хранительница сокровищ благодати Христовой, и через нее в конечном счете должна открыться даже начальством и властям на небесах вся полнота любви Божьей. Послание к Ефесянам, 3 глава, 10 стих. В Священном Писании встречаются многочисленные чудесные обетования о Церкви. Дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Книга пророка Исаия, 56 глава, 7 стих. Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и дождь буду не спосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле, и терпеть посрамления от народов. «И узнают, что я Господь, Бог их, с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 26 стих, с 29 по 31 стих. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет спасителя, кроме меня. Я предрек, и спас, и возвестил, и иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Книга пророка Иезеки, 43 глава, с 10 по 12 стих, 42 глава, 6-7 стих. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажите их, не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их, и приведет их к источникам вод. «И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Книга пророка Исаии, 49 глава, с 8 по 11 стих, с 13 по 16 стих. Церковь – это Божья крепость, его город, убежище в мятежном мире. Любое отступничество церкви – это предательство по отношению к тому, кто искупил человечество кровью своего единородного сына. С самого начала церковь на земле составляли верные души. В каждом поколении у Господа были стражи, предостерегавшие живущих и возвещавшие им верные свидетельства. Когда одни складывали оружие, их дело продолжали другие. Бог заключил со своими свидетелями завет, объединив церковь на земле с Церковью Небесной, послав ангелов для служения своей церкви, и врата ада не могли одолеть его народ. Во все времена многовековых гонений, борьбы и мрака Бог поддерживал свою церковь. Ни одна туча не омрачала ее без его ведома, ни одна стихия, противоборствующая его делу, не бушевала без его проведения. Он не оставлял свою церковь без наставления, но указывал в пророчествах дальнейший ход событий, и то, что пророки предсказывали по вдохновению его духа, сбывалось в свое время. Все его намерения исполнятся, закон Господа неразрывно связан с его престолом, и никакие силы зла не могут уничтожить его. Истина Бога духовновенна, она охраняется Богом, она преодолеет любое сопротивление. В эпоху духовной тьмы Церковь Божья была подобна городу на холме. Из века в век на протяжении многих поколений в ее среде раскрывалось чистое небесное учение. Бог всегда особым образом заботится о Церкви, несмотря на то, что иногда она может казаться слабой и несовершенной. Это место, где действует его благодать, и проявляется его чудесная сила, преобразующая сердца. «Чему подобим Царствие Божье?» – спросил Христос. «Или какую притчу изобразим его?» Евангелие от Марка, 4 глава, 30 стих. Он не мог сравнить его с царствами мира сего, ибо не нашел в этом мире ничего подобного. Земные царства прибегают к насилию и принуждению. Царство же Христово утверждается не силой оружия, и любое насилие для него неприемлемо. Оно призвано возвышать и облагораживать человечество. Божья Церковь – это оплот святой жизни, она наделена различными дарами и силой Святого Духа. Ее члены обретают счастье в счастье других людей, которым они помогают и для которых служат благословением. Господь желает совершить через свою Церковь великое дело, дабы прославить свое имя. Это описано в видении Эзекииля о целительном потоке. Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море. И воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Книга пророка Эзекииля, 47 глава, с 8 по 12 стихи. От начала Бог изливал благословение на мир через свой народ. Бог сделал Иосифа источником жизни для Древнего Египта. И благодаря его честности и порядочности была сохранена жизнь всего этого народа. Через Даниила Бог спас всех мудрецов вавилонских. Эти избавления – наглядные примеры тех духовных благословений, которые предлагаются миру в единении с Богом, которому поклонялись Иосиф и Даниил. Тот, в чьем сердце живет Христос, кто являет миру его любовь, – это сработник Бога в деле спасения человечества. Когда он получает от Спасителя благодать, чтобы передавать ее другим, все его существо излучает потоки духовного света и жизненной силы. Бог избрал Израиль, чтобы открыть себя людям. Он желал, чтобы израильтяне были источниками спасения в этом мире. Им были вверены небесные истины, откровения воли Божьей. В начале истории Израиля народы мира, растлившись, утратили богопознание. Когда-то они знали его, но не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. Однако Бог по милости своей не истребил их. Он дал им еще одну возможность прийти к нему через его избранных людей. Учение о жертвоприношениях должно было возвеличить Христа перед всеми народами, чтобы все взирающие на него могли жить. Христос был краеугольным камнем еврейского общества. Все образы и символы Ветхого Завета представляли собой Евангелие в миниатюре. В них были заложены обетования спасения. Однако сыны Израилева не воспользовались великим благом – быть представителями Бога. Они забыли Бога и не исполнили своего святого предназначения. Полученные ими дары не принесли благословение миру, а данные им преимущества они использовали для своей славы. В своем стремлении избегать искушений они обособились от мира. По велению ограничивать связи с идолопоклонниками, данные Богом, чтобы израильтяне не переняли языческих обычаев, они использовали для того, чтобы возвести стену отчуждения между собой и всеми другими народами. Они лишили Бога того служения, которого Он требовал от них, а ближних – духовного руководства и святого примера. Священники и начальники увязли в обрядности, они довольствовались своей формальной религией и не могли передать другим живые небесные истины. Считая себя достаточно праведными, они не желали принимать ничего нового, они не воспринимали благоволение Божье как нечто от них независящее, но связывали его со своими заслугами и добрыми делами. Вера, движимая любовью и очищающая душу, не имела ничего общего с религией фарисеев, суть которой составляли лишь обряды и человеческие предписания. Бог сказал об Израиле «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя, как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы». Книга пророка Еремии, 2 глава, 21 стих. «Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод». Книга пророка Осия, 10 глава, 1 стих. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стену его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя. В виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Книга пророка Исаии, 5 глава, 3 по 7 стихи. «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 4 стих. «Вожди еврейского народа считали себя слишком мудрыми, чтобы нуждаться в наставлении, слишком праведными, чтобы нуждаться в спасении, слишком высокочтимыми, чтобы нуждаться в том, чтобы Христос почтил их. Спаситель отвернулся от них и доверил те преимущества, которыми они злоупотребляли, и то дело, которым они пренебрегали другим. Божья слава должна быть явлена миру, и Его слово должно быть утверждено. «Царство Христово должно быть воздвигнуто в мире, и о спасении Божьем должно узнать в отдаленных городах, и ученики Христа были призваны выполнить именно ту работу, которую не выполнили вожди еврейского народа». Глава 2. Обучение 12. Христос не поручил свое дело ученым и красноречивым мужам из-за иудейского Синедриона и не обратился за помощью к римским властям. Пройдя мимо самоправедных иудейских учителей, великий работник избрал простых, малограмотных людей, чтобы они проповедовали истины, которые должны были поколебать мир. Он намерен был наставить и подготовить этих людей к тому, чтобы возглавить его церковь. Им, в свою очередь, предстояло наставить других и послать их возвещать евангельскую весть. Для успешного выполнения порученной работы они должны были быть наделены силой Святого Духа, ибо Евангелие проповедуется не силой и мудростью человеческими, а силой Божьей. Три с половиной года ученики получали наставление от величайшего Учителя, которого когда-либо знал мир. Посредством личного примера Христос, с которым они постоянно находились в тесной связи, готовил их к служению на его Ниве. И за дня в день они сопровождали его и беседовали с ним. Слушали его ободряющие слова, обращенные к уставшим и обремененным. Видели проявление его силы, когда он помогал больным и страдающим. Иногда он наставлял учеников, открывая тайны Царства Божьего, сидя с ними на склоне горы, иногда у моря или в пути. Когда сердца были готовы к принятию Божественной вести, он раскрывал истинные пути спасения. Христос не просил учеников сделать то или это, но говорил, следуйте за мной. Он брал их в свои странствия по городам и селениям, чтобы они видели, как он учит народ. Они переходили с ним из одного места в другое. Они делили с ним его скудную трапезу, иногда голодали и часто уставали, как и он. И на многолюдных улицах, и у озера, и в безлюдной пустыне они были рядом с ним. Они видели всю его жизнь. Посвящение двенадцати было первым шагом в деле созидания церкви, которая после вознесения Христа должна была продолжить его дело на земле. Вот что говорит Евангелие об этом посвящении. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Евангелие от Марка, третья глава, тринадцатый, четырнадцатый стих. Какая трогательная сцена, величие неба в окружении своих двенадцати избранников. Он вот-вот отделит их для особого дела, чтобы с помощью этих несовершенных людей, силой своего слова и духа, сделать спасение доступным для всех. Бог и ангелы с радостью наблюдали за этой сценой. Отец знал, что от этих людей небесный свет воссияет для всех, что их свидетельство о Сыне Божьем будет передаваться из поколения в поколение до скончания века. Ученики должны были стать свидетелями Христа, чтобы возвещать миру о том, что видели и слышали. Из всех поручений, которые когда-либо давались людям, поручение, данное Христом его последователям, было самым важным. По значимости служение учеников уступало только служению самого Христа. Они должны были стать сработниками Бога в деле спасения людей. Подобно тому, как двенадцать патриархов были представителями Израиля в ветхозаветное время, двенадцать апостолов – представители Евангельской Церкви. Во время своего земного служения Христос начал сокрушать стену отчуждения между иудеями и язычниками и проповедовать спасение всему человечеству. Будучи иудеем, он свободно общался с самарянами, пренебрегая фарисейскими обычаями, установленными в отношении к этому презренному народу. Он ночевал в их домах, ел с ними за одним столом и учил на их улицах. Спаситель желал открыть своим ученикам истину о разрушении, стоявшей посреди преграды, между Израилем и другими народами, истину о том, что язычники будут сонаследниками с иудеями и сопричастниками обетования его во Христе и Иисусе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 14 стих, 3 глава, 6 стих. Эта истина была отчасти открыта, когда он вознаградил веру римского сотника в Капернауме, а также когда он проповедовал Евангелие жителям города Сихарь. Еще ярче она проявилась во время его посещения Финикия, где он исцелил дочь Хананьянки. Эти события помогли ученикам понять, что среди тех, кого они считали недостойными спасения, были души, жаждущие увидеть свет истины. Таким образом, Христос пытался донести до учеников истину о том, что в Царстве Божьем нет ни границ, ни каст, ни аристократии, что они должны идти ко всем народам и нести им весть о любви Спасителя. Но в полной мере они уразумели лишь позже, что от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, «Хотя Он и недалеко от каждого из нас». Деяния апостолов, 17 глава, 26-27 стихи Первые ученики были не похожи друг на друга. Они обладали разными характерами, привычками и наклонностями. Призванные стать учителями мира сего, они должны были достичь единства мыслей, чувств и действий. Христос поставил перед собой цель объединить их. Для этого им нужно было объединиться с Ним. Переживания Христа об учениках выражены в Его молитве к Отцу. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они да будут в нас едино, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21-23 стих. Христос постоянно молился о том, чтобы они были освящены истиной. Он молился с полной уверенностью, что Отец услышит Его, потому что Всемогущий определил это прежде сотворение мира. Он знал, что Евангелие Царствия будет проповеданного свидетельства всем народом, а истина, подкрепляемая Всемогущим Святым Духом, победит в борьбе со злом, и настанет час, когда знамя, запятнанное кровью, будет победоносно развиваться над Его последователями. Земное служение Иисуса приближалось к концу. Понимая, что Он оставляет учеников продолжать начатое дело, Христос стремился ободрить их и подготовить к грядущему. Он не сулил им безоблачного счастья, ибо читал будущие события, как открытую книгу. Он знал, что вскоре разлучится с ними и оставит их, как овец среди волков. Он знал, что они будут терпеть гонения, что их будут изгонять из синагог и бросать в темницы. Он знал, что, свидетельствуя о Нем, как о Мессии, некоторые из них поплатятся жизнью. И Он предупредил их об этом, ясно и определенно указав, что в грядущих испытаниях они вспомнят Его слова и укрепятся в вере в Него, как искупителя. Он также сказал им обнадеживающие и ободряющие слова, «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стихи. «Ради вас я пришел в этот мир», — говорил им Христос. «Ради вас я трудился. Когда я уйду от вас, я буду по-прежнему помогать вам. Я пришел в мир и открылся вам, чтобы вы уверовали. Я иду к Отцу моему и Отцу вашему, чтобы вместе с Ним содействовать вам во всяком деле. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю я, и Он сотвоит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Христос вовсе не имел в виду, что Его ученики будут совершать более возвышенные деяния и чудеса, чем совершал Он. Но говорил о том, что их служение приобретает значительно большие масштабы. Его слова не относились только к совершению чудес, но ко всему, что произойдет под воздействием Святого Духа. «Когда же придет Утешитель, — сказал Он, — которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26-27 стихи. Сказанное исполнилось чудесным образом. После сошествия Святого Духа последователи Христа исполнились любовью к Господу и к тем, за кого Он умер, так что сердца слушавших их были тронуты словами и молитвами учеников. Они говорили в силе Духа, и под влиянием этой силы тысячи обращались к Богу. Ученикам, посланцам Христа, предстояло потрясти мир. Тот факт, что они были простолюдинами, не ослаблял, а усиливал их влияние, потому что внимание слушателей сосредоточивалось не на них, а на Спасителе, которого они проповедовали и который незримо пребывал с ними. Чудесные учения апостолов, их мужественное и верное свидетельство, должны были убедить всех, что они действуют не своей силой, но силой Христа. Смиряя себя, они провозглашали, что тот, кого распяли Иудеи, есть князь жизни, сын Бога живого, и что во имя Его они совершают все то, что прежде делал Он. В ночь перед распятием, в прощальной беседе с учениками, Спаситель умолчал о страданиях, которые ему довелось перенести, и еще предстоит, об унижении, которое ему надлежало претерпеть, но постарался укрепить их веру в тот славный день, когда победители получат награду и возликуют. Он радовался, что сможет сделать больше для своих последователей, чем обещал, что от него будут исходить любовь и сострадание, очищающие храм души и изменяющие людей в его подобии, что его истина, проповедуемая в силе Духа Святого, будет одерживать победы и покорять сердца. Сие сказал я вам, обратился Иисус к ученикам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Христос не отступил и не был разочарован, и ученики должны были проявить такую же твердую и несокрушимую веру. Они должны были трудиться так же, как Он, черпая в Нем силу. И хотя их путь будет усеян непреодолимыми препятствиями, им нужно продолжать идти вперед силой Его благодати, никогда не отчаиваясь и храня надежду. Христос исполнил то, что было Ему поручено. Он оставил на земле тех, которые будут продолжать Его дело. Он сказал, я прославился в них, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. На этом наша передача заканчивается. Ждем Ваши отклики на нее. Присылайте их на наш почтовый адрес 127 473 Москва, Боненский ящик 3, христианской радиостанции «Голос Надежды». Приглашаем Вас также посетить наш сайт в интернете, который находится по адресу www.golosnadежды.ru До свидания! Господь да пребудет со всеми Вами! Голос Надежды 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok